Что делать, чтобы избежать беды, помочь себе и другим в экстремальной ситуации? Более 200 школьников, студентов и взрослых впервые в стране пишут единый тест по безопасности. Каждому участнику присвоен индивидуальный номер, чтобы проверка была абсолютно независимой. Всего в тесте 25 вопросов ситуации. С каждой из них может столкнуться любой человек. Здесь есть всё. От того, как действовать, если увидел драку, до того, как нужно вести себя, если потерялся в лицу, или переходить дорогу, если только что вышел из автобуса. На выбор предлагается несколько вариантов ответа. Верное решение всего одно. Цель тестирования – понять, насколько старшеклассники и студенты знакомы с правилами безопасности, могут ли противостоять интернет-агрессии и правильно действовать в случае беды. Подобные мероприятия, по словам участников, важны не только для детей, но и для взрослых. Для всех. И для студентов, и для школьников, потому что со всеми бывают экстренные ситуации. Чтобы в экстренных случаях были знания. Это очень важно, провести такие тесты, как такую профилактику безопасности в городе. Безопасность на дорогах, пожарная безопасность. В том числе сейчас очень важный момент, как безопасность в сети, потому что у нас сейчас инфрационные технологии. Акция приурочена к Всемирному дню ребенка, который отмечается 20 ноября. В числе организаторов, составителей тестирования – детский омбудсмен, общественники, поисковики, полицейские, сотрудники Следственного комитета и МЧС. Они бьют тревогу. В этом году в регионе увеличилось количество погибших и пострадавших детей. Так, сразу 4 ребенка в марте погибли на пожаре в Струнино. 25 маленьких жителей региона выпали из окон. Трое получили смертельные травмы. Более 30 погибших детей в этом году при различных обстоятельствах. Есть проблемы, все их видят. Вообще Всемирный день ребенка должен исполняться, не праздноваться, а исполняться 365 дней в году. Единое тестирование – не альтернатива тестам на уроках ОБЖ, подчеркивают организаторы. А дополнительная возможность устранить пробелы в знаниях, которые реально могут пригодиться в жизни. Формат теста предложили школьники. Ребята сказали о том, что есть формат ЕГЭ-УГЭ, где проходит тестирование. Во-первых, это знакомо ребятам, это интересно. Перед Новым годом будет большое тестирование, тотальное тестирование во всех образовательных организациях Владимирской области. В том числе мы подключаем и педагогов, и родителей. На ответ у ребят в среднем ушло около получаса. Пока тесты проверяли, школьникам и студентам напомнили главные правила безопасности. Рассказали, что нужно делать в случае пожара и показали, как спасают жизни профессионалы. Например, вы можете одеть теплоотражательный костюм. Они вам могут рассказать про дыхательный аппарат на сжатом воздухе, в котором пожарные подразделения работают. За лучшие ответы участников тестирования наградили грамотами и сладкими подарками. Подобное единое тестирование проводится впервые. Организаторы надеются, что акцию поддержат и в других регионах страны. А для Владимира она станет традиционной. Маргарита Махрова, Артем Горчаков, 6 канал.